Всем Jingle Bells, ребята, вы на канале Zinzblog, и сегодня мы готовим оливье. Оливье готовим и в Корее, и в России. А помогать нам в этом будет Василиса из России. Она живет в Краснодаре и приготовит оливье из тех же ингредиентов, которые купит в супермаркете Лента. Мы с вами посмотрим по ценам, сравним, где все-таки оливье стоит дешевле и каких продуктов нет в Корее. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. У меня уже язык зальденел, поэтому извините за то, что язык заплетается. Магазин Lotte, что-то вроде нашего перекрестка, и сегодня мы именно здесь будем покупать продукты для оливье. Возможно, этого магазина не хватит, придется ходить еще в русский магазин. Хочу, ребята, вам показать, как я написал список, чтобы вы понимали. Вот мой список, вот у меня все стерлось. На самом деле я не понимаю, почему очень многие до сих пор готовят оливье на Новый год. Это такое традиционное прям блюдо. Если как бы не было оливье, считай, не было и Нового года. Но для меня это кажется очень странным, потому что есть куча прикольных салатов. Например, там тот же базовый цезарь, который универсальный, да, цезарь универсальный, его едят все повсюду. Вот для чего готовить именно оливье, непонятно. Но мы сегодня готовим оливье, потому что это прям такая база-база, на мой взгляд. Да, это база любого человека из СНГ. Вот, и для начала нам нужно найти овощи для оливье. Так, ну смотрите, если, например, я возьму эту морковку, 100 грамм 450 вон она стоит. Вот как вот здесь, непонятно. Вот тоже картошка, 100 грамм 400 вон. Ну что, ребята, я взял вот одну морковку, вот в пакет положил. Вот, и взял 3 картофелины, я думаю, должно хватить. Но я не знаю, как это все взвесить, поэтому давайте пробуем сейчас. Здесь вот такой вот аппарат, ничего не понятно. Но я думаю, можно попробовать. Так, надо выбрать, главное, правильный товар. Can you help me? Женщина подошла, даже местная, что-то она не разобралась. Короче, сейчас она кого-то позовет, чтобы нам помогли. У нас сколько будет одна морковка весить? Три картошки, она стоит 2500 вон. И одна морковка у нас стоит 1200 вон. Я считаю, что это вообще успех, потому что я думал, что здесь на развес нету. А я еще пошел в магазин, мне Света говорит, типа, зачем тебе столько набирать всего? Потому что у нас дома есть и картошка, и морковь. Но, ребята, я все делаю специально для того, чтобы показать вам. Для того, чтобы показать вам, для того, чтобы провести какой-то эксперимент, да, чтобы вы посмотрели все-таки, сколько будет стоить оливье в Корее. А теперь посмотрим, сколько будут стоить те же самые овощи, но в России. Так, всего 18 рублей. Yes. Я думаю, что в Корее гораздо дороже картошка стоит. Так, ребята, следующим пунктом того, что нужно нам взять, это яйца. Я слышал новость, что в России яйца подорожали, они напишут какие-то бешеные просто деньги. На самом деле это очень дорого, 169 рублей, это кошмар, как дорого. Ладно, возьмем. Это очень дорого. А как дела обстоят с яйцами в Корее? Давайте возьмем что-то такое среднее и недешевое, и недорогое. Я думаю, вот если мы возьмем, например, какие-то яйца за 7000 вон, это будет вполне неплохо. 15 штук яиц, стоят 7000 вон. Вот такие яйца дома. Посмотрим, как они будут выглядеть, то есть, какие они будут, насколько большие, насколько будут красивые. В Корее, что такая тема распространена, что везде стоят вот эти бабушки, которые предлагают дегустацию. Буквально на каждом углу, на каждом закуточке вот стоит такая бабушка в магазинах, которая предлагает что-то попробовать и продает вам. Например, вот эта бабушка предлагает попробовать сыр и продает сыр. Мы ее пробовать не будем, потому что, если я попробую, она обрадуется, что вы у нее покупаете, и потом будет не очень удобно. Но когда я хожу со света, они предлагают более активно, потому что они думают, что она хоть что-то понимает. Когда я хожу один, они уже предлагают менее активно, потому что у меня большие глаза, собственно, широкие. И им кажется, что я ничего не понимаю, и они мне уже так активно не предлагают свои товары, потому что все равно я тупой настроенности не пойму. Видите, как кричат, кричат. Это кричат все такие же продавцы, рекламщики, да, вот в Корее они почему-то очень популярны. Они могут кричать на весь магазин, что вам нужно что-то купить у них, потому что это либо очень вкусно, либо это им надо продать. Скорее второе. Теперь задача найти майонез. Если честно, майонез в Корее просто отвратительный. Обычно просто такой майонез у нас, он выброс. Смотрите, даже есть веганский майонез какой-то. Но это самая дешевая фирма. Это типа вот каждый день. Вроде у нас есть где-то в Перекрестке или вот в Ашане каждый день. Здесь то же самое. Good Day называется. Good Today. Вот, видите, самая дешманская дешевая фирма. Вот есть майонез вообще, он подороже. Ну вот мы такой майонез брали, вот за 3 тысячи он стоит. Он вообще невкусный. Кстати, обратите внимание на то, что майонез весь стоит на теплой полке. Вот не знаю, как в России, я просто забыл уже, стоит ли он на теплой или на холодной полке. Вот, но здесь прям майонез, это прям полная химия. То есть даже то, что стоит на теплой полке, уже об этом говорит, на мой взгляд. Так, ну давайте попробуем вот этот майонез взять на самом деле. Вот, я не уверен, что он будет вкусный. Такой майонез мы еще не брали. Вот, называется Rich Mayonese. Вот, в принципе, чтобы заменить, не покупать майонез российский, вот можно пробовать вот такой, 3 600 он стоит. Такая бутылочка довольно большая. Здесь получается сколько? 300 грамм. На всех ценников Кореи пишется за, цена за 100 грамм, вот, 100 грамм 1200 вон, и за целиком, за упаковку за 300 грамм. Я думаю, что самый вкусный, да, какой-нибудь Слобода, либо Мистер Рику. Вот этот хороший. 400 миллилитров. И положим его тоже. И когда я собирался в магазин, мне Света говорит, что ничего, ты здесь полный список не соберешь. То есть, все по списку, как нужно купить, я не куплю. Да, и самая главная проблема в том, что в Корее, как минимум, нет докторской колбасы. Вот, но если, например, докторскую колбасу можно заменить курицей, то зеленый горошек мы не заменим буквально ничем. Поэтому, я думаю, давайте сейчас с вами найдем зеленый горошек. Ну, вот смотрите, большой магазин, огромный просто, там здесь два этажа. Вот здесь нет зеленого горошка от слова совсем. То есть, вот огромное количество кукурузы, сладкой кукурузы. Эти разных вообще видов. Тут дешевая, only price, видите, самая. Вот, да, там какой-то дорогой кукурузы, вот, 290 стоит. Вот, но вот еще разные консервы. Вот тут есть и спэм, вот, но нет зеленого горошка. Поэтому зеленым горошком, возможно, придет зайти в русский магазин. В России зеленый горошек найти попроще. Да и выбора больше. И стоит такая банка всего 100 рублей. Ну, вот смотрите, что из себя представляет колбаса в Корее. То есть, вот видите, это различное мясо, вот такое вот, что-то типа буженины какой-то. Вот нарезки у нас, как называется, карбонат, окорочок, вот, что-то типа такого. Ну, даже, смотрите, я, то есть, пришел в ряд, где сосиски продаются. То есть, ну, такое, что-то похожее на докторскую колбасу. Но намека на докторскую колбасу здесь нет от слова совсем. То есть, видите, это все даже вот есть колбаса, например, она с салями, да, вот. Ну, как бы салями можно еще найти. Вот, хамон есть, разная колбаска разных видов, вот, и все курочка, все такое. Вот, но докторской колбасы здесь нет. Мы это брать не будем, потому что не получится у нас тогда правильного оливье по канонам. Самое сложное, это найти хорошую колбасу, потому что вся колбаса, она, как правило, невкусная. Но я знаю, какая вкусная, и сегодня узнаете вы. Короче, я думаю, что я вот это все-таки возьму, и она вроде хорошая. Так, смотрите, по поводу огурцов. В общем, я кое-как нашел огурцы. Они стоят здесь скромно очень, на нижних полках. И вот, например, огурцы Baby Cucumber Pickles. Да, Pickles это такие соленые, маринованные, соленые-сладкие маринованные огурцы. Вот, я думаю, вот эти можно взять, потому что, в принципе, это корейский как раз магазин. 2 500 они будут стоить. 2 500 стоят эти огурцы. И остальные виды огурцов, можете посмотреть, они все, получается, почти нарезаны. Вот нарезаны, вот нарезаны. С огурцами очень тяжело. Я думаю, что я возьму вот такие вот. Я надеюсь, что они будут вкусные, потому что, если будет вкус огурцов не очень, то будет тоже плохо. Но эти похожи на хорошие. Посмотрим, где поменьше. Вот, вот эти хорошие. Берем. Так, ну, в принципе, все, получается, я все взяла. Колбаса есть. Яйца есть. Морковка есть. Картошка есть. Майонез есть. Горошек и огурчики есть. Вроде бы все. Ну что ж, в России продукты для оливье нам обошлись в 755 рублей. Посмотрим, сколько это будет стоить в Корее. Так, ну что, по итогу у нас с вами осталось два ингредиента для салата оливье. Нам осталось с вами взять зеленый горошек и докторскую колбасу. За этим отправимся с вами в русский магазин. Сейчас пойдем на кассу и посмотрим, сколько у нас вышло все в корейском магазине. Здесь, конечно, магазин хороший, тут все есть на английском. То есть я сейчас, например, буду сканировать товары. Выбрал английский язык, поэтому все очень просто. Обычно в русских магазинах Кореи не любят, когда снимают видео. На колбаса даже самая простая, там стоит очень дорого. Так, в общем, ребята, картошку нам нужно помыть. И нужно еще помыть и почистить нам морковку. Так, вот морковка. Морковка вообще чумазая. Сейчас у меня складывается такое впечатление, что оливье-то я ни разу не готовил. Потому что, несмотря на то, что я знаю ингредиенты, знаю, с чего она готовится, а вот сам процесс, то, что нужно морковку чистить, я сейчас залазил в интернет и читал, потому что таких моментов почему-то я не знал. Первое мое оливье, приготовленное моими руками. Яйца прям огромные вообще. Это, наверное, самая докторская колбаса, дорогая в моей жизни. Она стоит где-то рублей 700, даже поболее, рублей 750 где-то. И, скорее всего, она еще будет невкусная. Меня всегда пугает то, из чего делают эту колбасу. Потому что вот я смотрю на нее, я понимаю, что из чего хорошего точно не делают. Ну, по вкусу, как обычная докторская колбаса, привычная нам. Для меня, кстати, всегда был вопрос, о чем называть докторская, непонятно. Ну, на Ивеху пойдет вполне, я думаю. Главная интрига – это вкусный или вкусный майонез. Майонез мне нравится. Такой вкусненький. Как обычный майонез, ничего не могу сказать против. В общем, майонез этот рекомендую. Обычный майонез на оливковом масле. Ну, как у нас в России, то же самое. Все то же самое. Посмотрите, какой роскошный желток. Просто не зря они столько стоили. Там у нас оливье готов. Хочу сказать, что в Корее оливье такой же вкусный, как и в России. Просто я готовил его сам сегодня первый раз своими руками. Поэтому, возможно, конечно, он чуть похуже, чем, например, получался у моей мамы. Оливье нам обошелся примерно в 1700-1800 рублей. Это 26 тысяч вон. Я вам могу так сказать, что ингредиенты для оливье, которые мы сегодня покупали, они остались еще. То есть, еще можно раз оливье приготовить. Вот этот тазик, который я сейчас приготовил. Он получается на несколько раз, естественно. И можно еще такой же тазик оливье точно сделать. Более того, я могу так сказать, что я покупал, например, яйца большую пачку. А там было 15 штук. Можно покупать меньшими упаковками, например, по 10 штук. Таким образом, сумма на оливье у вас выйдет дешевле. По сравнению с Краснодаром, естественно, в Корее цены больше, чем в Краснодаре. Но в Корее и зарплаты больше. До Нового года у нас осталось буквально 2 недели. Я уже поздравляю вас с наступающими праздниками. Мы еще увидимся с вами и не в одном видео до Нового года. Напоминаю, что поддержать меня вы можете подпиской на этот YouTube-канал и подпиской на мой Telegram-канал, на котором я рассказываю о жизни в Корее. Пишите ваши комментарии по поводу цен в России и в Корее. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok